Страшно представить, друзья, но с того момента... Не фотографируйте меня! А если фотографируете, то потом скидывайте мне ВКонтакте. И как главный тренер команды Квимс по Рейнджерс я получил задачу обеспечить клубу успех. Он, конечно же, с такой прической... Хотя баба, конечно, такая кривая, пиздец. Почему баба всё решает? Я что, в локомотиве, что ли? С того самого момента прошло пять с половиной лет. Я уж не знаю, остались ли те, кто смотрел Елдака Анопкина в том самом 2013 году. Если вы ещё на канале, то в комментариях отпишитесь. Если вы ещё ждёте, я вам буду ветеранскую пенсию платить лайками, конечно же. Ну, самое главное, чем был хороший, знаменит Елдак Анопкин, это его потрясающая фиолетовая афро. По-моему, она находится в разделе специальной прически. Но тут нет ничего. Так, Konami, если вы убрали афро, во-первых, это расизм, во-вторых, я ваше говно удалю навсегда и не буду больше покупать эту шлакоблочину. Но тут охрененно суперспециальная прическа лысина. Вот такая необычная прическа, сука. Шесть вариантов лысины. Это для кого? По ходу игру делали какие-то лысые черти. Может быть, в дредах? Нет, тут просто какие-то какашки из головы лезут. А, вот. Вот, отлично. Вот афро. Но... Это не афро, это, блин... Это какая-то херня. Это просто какое-то птичье гнездо. Может быть... Может быть, как-то... Господи. Ему как будто бы на голову сел хэткраб из Half-Life'а. Посмотрите. Вот, выбрита с боков. Ага, вот. Я прям чувствую себя каким-то Сергеем Зверевым. Я прям как стилист. Из какого-то замухрышки делаю великого человека. Любимца миллионов, между прочим. Итак, в общих чертах уже, похоже, остается только провести некую пластику лица. Прям только-только вернулся из солнечной Армении. Не знаю, узнаете ли вы гения, но... Это то, что у меня максимально получилось. Похожее на оригинал. Плюс у Елдака Анопкина вечно были закатанные глаза. Вот так вот. Не знаю, туда он на мозги себе смотрел. Наверное, проверял, не спиздили ли великолепный его мозг. Самый мощный мозг во вселенной. Вообще, вот знаете, я смотрю на старую фотку Елдака Анопкина. И мне кажется, его сделали, сука, с... Тех самых памятников или что это такое на острове Пасха. Ну, вы понимаете, о чем я? Так, ноздри у него очень, сука, большие. Просто, блядь, два ангара. Да-да-да, узнаю, узнаю. В целом, в целом уже, что называется, проклевывается тот самый Елдак сквозь это мерзкое ебало. Уже почти что вижу родного человека, как прям в программе «Жди меня», сейчас расплачусь и начну обнимать монитор. Говоря, где же ты был эти пять лет, сука? Ну, блин, он похож на какую-то ТПшку, но губы у него реально были большие. Пусть улыбается, вот знаете. Прям как Джокер, даже макияж похож, такой же ебанутый. Ну, чуваки, да, похоже на какого-то старого пидораса, но в современном редакторе по-другому никак. Это раньше были брутальные мужские редакторы. А сейчас понимаете, вот влияние Европы, это вот, ну, сами, да, смекаете. Во! Правда, все равно какой-то жирный получается. Может, потому что я стал жирным с тех времен. Теперь все, к чему я не прикоснусь, тоже жиреет. Один взмах скальпеля и отлично. Ну и получается, чуваки, это все. Кстати, смотрите, волосы трясутся. До чего дошла техника. Раньше Елда Конопкин мог трясти только членом набровки. Что ж, друзья, сравните и скажите в комментариях, похоже я сделал или нет. Но это все, что я мог максимально извлечь из того, что было в редакторе PS-19. И вот знаете, я смотрю на эти оба лица, и прям такая аналогия в голове у меня. Как будто вот есть такие видосы, типа как, какими были герои Марвел в фильмах 70-х годов, когда, например, Халка не рисовали спецэффектами, а просто брали какого-то качка, баллончиком его красили, и получался Халк. То есть совсем все было по-другому. И вот сейчас прям, каким был Елдак раньше? Просто какая-то каша мыльная, а сейчас это прям морщинки. Все это видно, каждую волосинку видно, каждую бородинку видно. Просто конфетка вышла. Но это лично мое мнение, а вы можете оставить свое мнение в комментариях. Ну а теперь, друзья, пришло время страшных тайн, связанных с карьерой Елдака Конопкина, и конкретно с тем, как я ее записывал. Меня часто подозревали в том, что я играю не на максимальные сложности или переигрываю матчи. Ну что ж, пришло время честно на все это ответить. Во-первых, я всегда играл только на максимальные сложности. Так что в этом я перед вами чист. Но что касается второго, тут, к сожалению, все не так здорово. Признаюсь честно, друзья, я переигрывал два матча в карьере. Но сейчас я все объясню, и вы поймете, что это было справедливо. Первый матч, который я переигрывал, это матч за чемпионство КПР Фулхом. И сейчас, наверное, некоторые скажут, что Антон, что получается, это было липовое чемпионство? Но нет, друзья, все было совсем по-другому. Я помню до сих пор тот день, 29 августа 2014 года. Я пришел с работы и сел записывать видео. КПР Фулхом. В этом матче нам нужно было по-любому побеждать. Потому что если бы мы не победили, то нас бы обошли бы, и никого чемпионства бы не было. Но в том матче, в первой записи, я выиграл. Но почему же я переиграл, спросите вы? Потому что я победил 4 СУК1. Я до сих пор помню, что четвертый гол я забил за Жаазиньо головой Суглового. За Жаазиньо, метр с 60 ростом. И я подумал, что как-то это слишком, ну, тухло для такого решающего матча и решил переиграть. И в итоге получилось, как получилось. И все мы помним эти потрясающие моменты, типа, не забитого пенальти, говно красавы. Ну и конечно же, если бы не та переигровка, не было бы этого потрясающего гола Тарапта. Это гол, это гол или офсайт, гол, гол или офсайт. Да! Гол! Так что я считаю, что та переигровка даже пошла на пользу карьере и интересу, потому что матч получился супер. Вторая переигровка была в последнем матче Лиги Чемпионов группового этапа. Там я, если не ошибаюсь, играл с Панатинаикосом, что ли, или, ну, не помню точно с кем, но, может быть, вы помните. И я его проиграл что-то типа 5-0 и просто не вышел из группы. Но, опять-таки, переигровка была справедлива. Почему? Потому что, помните мой видос 11 Джерардов против 11 Лэмпордов? И из-за того, что я всем игрокам Челси передал внешность и скиллы Лэмпорда, и Чеху в карьере передались скиллы и рост Лэмпорда. То есть у Чеха, у моего вратаря основного на тот момент, скиллы были как у Лэмпорда. То есть вратарские скиллы у него были минимальные, плюс рост Лэмпорда, ну, где-то метр семьдесят восемь примерно, да? Ну, и поэтому я пропускал каждый гол. Я этого не понимал, я такой смотрю, что-то мой Чех уменьшился, думаю, когда записывал видео. Что-то он все пропускает, что-то туфта. Но потом я понял это и думал, блин, ну, все-таки это несправедливо. И вернув ему нормальные скиллы именно Чеха, вратаря, я матч переиграл, вышел из группы и взял Лигу Чемпионов. Вы, конечно, можете меня за это осуждать, но я лично считаю, что это было справедливо. Мне больше вам нечего сказать, друзья. Ставьте лайки, не болейте, все у вас будет хорошечно.